всех приветствую с вами я веган христолюб у нас с вами сегодня ролик веганская еда ну или назвал я у веганские продукты питания или производства искусственного мяса ну или что-то подобного да это в общем-то можно и про молоко говорить и про прочие вещи поводом для этого видео основанием явилась такая вот статья как-то я в телеграме уже где-то он 9 ноября это уже месяц сегодня у нас 25 но считая 1 апреля а я протекает 5 месяцев назад я увидел такую вот статью я не помню я сам был подписан на этот канал или как-то я не помню не суть важно вот я хочу вам ее зачитать и кое-что тоже сказать upside foods запустил целый завод по производству искусственного мяса в калифорнии там выращивается телятина птица и морепродукты точная технология обращаю внимание коммерческий секрет но если упростить то искусственное мясо выращивается из небольшого куска настоящего вкусовые качества никак не уступают пока что завод будет производить 22 тонны искусственного мяса в год а при выходе на полную мощность этот показатель увеличится до 181 тонны цена пока не понятно да это и неважно главное что разработки вышли за пределы лаборатории и искусственное мясо реально можно покупать и кстати обращу внимание наконец-то этический вопрос мясоедение решен как игры я уже не помню честно я сам был канал называется стартап на тренды и бизнес может ли сам был на него подписан не знаю или кто-то мне сбросил я уж честно не помню не суть важно как вы видите на значке я вот этот такую картиночку как-то видел и поставил на заднем фоне вот я вам сейчас покрупней во первых я хочу естественно как вы видите этот канал не веганский я к тому что знаете вот эти вот лозунги такие красивые ой вопрос мясоедение решен и вы знаете как я всю свою жизнь веганскую всю свою деятельность проповедническую на ю тубе или в реальной жизни все время борюсь вот с этим веганом по питанию веганом по здоровью несмотря на то что я не против того чтобы я даже за и желаю каждому конечно же здоровья что я всем людям желаю счастья как может быть части без здоровья это естественно но быть веганом по здоровью это абсолютно никудышное дело это ложное дело это ни к чему доброму человек не приведет и вот по поводу этичного потребления мяса до вопроса решен первых как же он решен сам кто там автор тут не совсем понятно но видите это текст у вас на экране это именно я скрин тогда сделал чтобы не потерялся вот это уже очевидно что курсивом ну так скажем мысли автора кто бы эту статью не написал там вот как он может быть решен если мы с вами видим во первых я как-то уже об этом говорил знаете я точно не помню про что я в каком ролике говорил нагрел что там что-то про кока-колу речь шла я то что сказал вы в курсе что вообще-то как бы рецепт кока-колы да это коммерческая тайна фирмы и и на полу не в подобных роликах и говорил я же один ролик тогда в рамках плейлиста не веган потому что записывал почему я отвечал на вопрос почему имитирует вкус мяса в принципе там о подобных вещах говорил вот но ты решил я отдельное видео записать и здесь тоже самое знаете я хотел конечно сказать кто не сейчас кто послушает это видео из веганов либо выключить чтобы не дослушивать либо дослушает и расстроиться или напишет мне какой-нибудь хейт в комментариях вот взял нам папе как 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 труп ожором веганские проповеди поперек горлов становится так веганам вот такие вот проповеди тоже поперек горлов становится я конечно хотел сказать этот ролик в принципе посвящена веганам любители вот любителям вот этих вот всех так называемых веганских там лакомств или еще что-то кстати вот это вот картинка как бы она в принципе сделана я так понимаю думаю кончатки и дело с мыслью ну проповеди веганство конечно что посмотрев гамбургер там убитое живое существо но если здесь словами дописать веганский бургер да то вот мне хочется уже для веганов что это веганский веганский бургер и что же есть сейчас человек сам в принципе может дом приготовить или вот может где-то купить и вот действительно тоже очень хорошая картинка она отражает и это как мы видим все эти попытки пусть даже уже как вот автор порадовался что они не просто и из теории даже лаборатории выходят уже в реальную жизнедеятельность человека и что искусственное мясо возможно создать да вот то мы видим это все понятно вы видите тоже все как говорят вилами на воде писан сам автор говорит что в одном из предложений что это коммерческая тайна до производства этого искусственного мяса в этой же компании до корпорации и тут же той той то ли знаком будучи знаком это наверняка уже все репосты вот даже я вам показал скрин конечно же это кто-то на каком-то неком канале кратко написал ту новость скорее всего он ее где-то там нашел на каком-то импортном новостном ресурсе этот импортный новостной ресурс ну возможно опёрся на какие-то в принципе может быть документы или статьи более там глубокий да но сам факт что до нас доходят да это действительно знаете как говорят что в каждой шутке есть доля шутки все остальное правда и в любой новости да может быть куча лжи ну там в любом случае есть правда то есть сам завод открылся открылся по производству искусственным мясо по производству да как он сделан вот именно делать это мясо искусственное это коммерческая тайна иначе тогда каждый начнет это делать компания в принципе с одной стороны из благих целей это делает да у нас же все любят за авторские права и в принципе действительность и не сохранишь это в тайне ну кто другой еще делать просто потеряешь рынок получается разоришься они как бы вынуждены даже скрывать это хотя в принципе есть такое понятие как патент да но ты запатентуй и не делай это тайной да поэтому все что покрыто тайной на самом деле очень часто надо задуматься да почему если от нас что-то скрывают начинает есть причина я думаю вам всем известный фильм дом история путешествий очень хороший фильм тоже гуманный такой кто его смотрел кто нет рекомендую посмотреть на просторах интернета он как бы летя на воздушном шаре над этими животноводческими фермами сказал что ему запретили сейчас снимать и он делает это против так скажем вот именно против воли хозяев да и говорит но я давно уже понял что если где-то что-то запрещают значит там что-то нехорошее вот здесь то же самое да если если рецепт ну или как там правильно назвать тогда технология производства это искусственного мяса покрыта тайной до засекречена то здесь уже сразу можно понять и вот как раз можно верить тому что действительно как мы сейчас выяснили тут же неважно автор этой статьи пишет что если кратко да то это искусственное мясо большое его количество делается из маленького количества да там как это уже там надувают или до приумножают неважно до клонирует как угодно до сам факт что вы делают из натурального из куска натурального мяса да это очень важно понимать да почему я в принципе защита производителей есть есть авторское право и пожалуйста если технология есть но сделание авторские права и пожалуйста и открой эту тайну уже никто просто так без того ведомо если начнет что-то там такое производство делать вряд ли кто-то рискнет такое производство делать без покупки лицензии до чтоб потом его свернули стоп подпольный но веганский мир да настолько скудный рынок вряд ли кто-то там бросится делать подпольные цеха по производству искусственного мяса да вот поэтому вот вы действительно все складывается где тайна там зло и а зло вот она в чем да потому что вот вам пример веган конечно же не примет такое искусственное мясо конечно веганы по здоровью какие-то вот как я все говорю может быть от приму да но вегана узнав вот такое вот что это искусственное мясо косы делать просто и и из малого почему даже не знаем сколько там может они все в два раза его умудряются умножать то есть по сути такая же а вон они сколько тонн производит сколько убитых живых существ вот вам живой пример поэтому я любителям попитаться питаться покушать где-нибудь веганских там кафе ресторанах магазинах закупаться прежде чем веганские пельмешки покупать или вот веганские бургеры все-таки задумайтесь о том знаете ли вы из чего они сделаны вы не знаете вы можете только как и те же самых труппажеров на которых вы как и я в принципе должны наезжать до проповедовать этим людям истину вот обличать их в их них грехах но по сути вы делаете то же самое зачастую просто глаза закрывается типа ну вроде написано на этикетке веган-бургер но веган ли это бургер это большой вопрос вот я узнаете действительно много мемов где то вчера видел какой-то в очередной группе там как веган стоит в магазине тут формулы потекли все это куча информации когда он там читает упаковку я конечно вот под этот нам не подхожу он потому что я всем говорил не раз что я конечно не питаюсь всеми этими продуктами я питаюсь и все закупаю в обычных магазинах в которых закупаются труппажеры да просто я питаюсь продуктами которые не получены посредством убийства эксплуатации живых существ я питаюсь простыми продуктами в которых понятно что этого просто нету да да даже если это какая-то ну смесь образно говоря я могу не обязательно сам там пшеницу пшено себе или что-то добавлять в кашу там я могу конечно хлеб купить да ну все прекрасно и что в хлебе там особенно я покупаю там лаваш допустим пупостный да ну там кроме воды и муки ничего нету я тоже могу какие-то продукты кулинарии покупать так скажем да но основном я питаюсь обычными если кулинарию то ну как говорится что же счет там могу сварить кашу какую-то врагу какой сделать себе овощной да с крупами то есть я могу что-то сам делать но это очень простая пища и она из тех продуктов из как говорят цельноплодовые да вот неважно от круп там грибы то есть ты покупаешь обычно да ты из этого можешь по кулинарить я говорю но ты кулинаришь из тех продуктов которые ты сам видишь сам понимаешь что это такое вот а вот эти вот все вещи во первых сами все эти кулинарии которые вы не сами делаете конечно под большим вопросом конечно такое видео может так скажем на не наносить косвенно сам когда-то говорил что у меня есть мечта дано как бы до сих пор есть какой-то веган кафе бы открыть да вот и конечно надо просто доверять и в принципе веганское кафе имеет место быть возможно меня вот услышит такой же может быть основатель там этот директор веган кафе учредитель его до просто задумается наверняка что ты естественно поставки то есть у него и вместо того чтобы делать самому там эти чечевичные котлетки шеф-повар у него может быть действительно не что-то закупают такое что-то якобы искусственное то надо убедиться перепроверить и действительно если ты видишь что ты не можешь узнать технологии ознакомиться с тем что ты покупаешь вот все так скажем цепочку достаточно проследить то конечно таких вещей просто надо отказаться вот поэтому веганское кафе имеет место быть конечно но во первых вот им тоже самое веганское кафе должно быть просто открыто для публики до максимально подробного там меню то есть уже не только ради там каких-нибудь там вообще госорганов да там понятно есть калькуляционные карты все это это само собой вот но надо и своим тогда посетителям так скажем все это разжевывать показывать если вы производитель каких-то веганских продуктов да вот мне хочется вдруг кто-то меня услышит а может кто-то собирается чем-то заняться или через какое-то время станет каким-то производителем веганской продукции мало ли вот то конечно к этому надо подойти со всей серьезностью и на своей продукции обязательно максимально все расписывать и может быть даже то я имею ввиду что не регламентируют с конкретным законам каким конкретными законами конкретных стран сделать что-то больше чтобы веганам показать и быть открытым я говорю сделать ссылки на какие документы эти документы разместить сейчас все доступно в интернете на сайт на своей странице она однозначно будет у производителя до показать технологию всего производства чего круто может быть на упаковке все это не сделаешь но иметь доступную страничку в интернет сейчас ничего не стоит да с описанием текстовым все технологии можно видео записать показать свои производства вот это было бы правильно это очень важно считаю потому что игру вот такой искусственный мясо ведь смотрите мы читаем что они собираются выйти уже производит сколько до пусть это в мире так скажем капли еще в море да но все таки да возьмем в рамках там того это где вот в калифорнии того штата где это производит то это немало уже 22 тонны мощность при запуске так скажем завода началась а планирует до 181 тонны выйти тут правда в год вот ну 180 тонн в год на пусть на два полтонны в день но тоже немало кто то же это будет потреблять это немало количество людей веганов допустим этических которые потому и веганы что не хотят участвовать в убийстве эксплуатации живых существ получается они прямо будет в этом участвовать вот так вот поэтому в принципе не то что я прям хотел поперёк горло встать веганом в антире бедные терзались в каждом веганском магазине покупать что-то но все-таки надо задуматься да это касается всего потому что вот им так как многие веганы настолько рабы чрева знать даже этичные веганы рабство чреву никто не отменял вот именно поэтому они по всему этому тащатся и бедные насуются в эти магазины порой готовы все втридорога потому что веганская продукция порой действительно по завышенной цене идет хотя продукты как раз к производству веганских вот этих всех вещей даже дешевле вот но действительно за счет ну понятно бизнес и так как редко покупают цена то она формируется рынком вот и вот веганы готовы за это же переплачивать чтобы там все цирки покупать масло какой-то веганское вопрос из чего она делается может вам и то же самое молочко под видом не говорят что туда добавляют просто до его бают чем-то тоже очень важно поэтому действительно с одной стороны надо конечно поэтому вглядываться в упаковке я сам этого не делаю я в принципе ничего такого не покупаю не вижу это никакого смысла для себя по крайней мере ну понятно кто в мире живет там все это семьи мужья жены все надо морожку покупать да ну короче надо в этом разбираться как видите вы можете конечно глаза закрыть и сделать вид я ну что я вот в упаковке верно написано я доверяю но можно так конечно найти для себя отмаз но тогда действительно будьте ли вы веганом это большой вопрос я не призываю стать всех тоже прям броситься сыроедами прям крупноцельные фрукты овощи только есть отказаться от всех вещей причем я в домашних условиях кто вам не дает ну готовьте пожалуйста вот но покупок на улице и неизвестно чего ну такой себе да я я бы конечно к этому относился я считаю что и веганское кафе вот именно она имеет место быть веганская продукция но она должна быть открытая абсолютно открытая то есть если идет если едет как бы бургер до мясо там как подразумевается она выглядит как мясо 10 то должно быть четко написано чечевич на из чечевицы да тут уже доверяете но вы не можете на кухню но есть только какой то есть открытое заведение на это при вас готовит но это конечно все таки на выборах хозяина это конструкция кафе может позволять может не позволять это все такое это же может быть такой же фастфуд который где-то готовится потом через точки распространяется вот тут конечно уже на доверие но вы прекрасно понимаете что там написано что там не искусственное мясо да неизвестно какой как мы видим а там именно чечевичные котлеты так и написано она действительно ее суть была и вот такие продукции конечно поддерживаю пожалуйста ее цель только заменить внешность вид вот это да кто то есть ты как раньше может там где-то фастфуд ел только стру пятины до став веганом ты можешь спокойно только теперь другие заведения ходить и точно такие свои любимые гамбургеры есть только с чечевичный котлет которые вот им говорят по вкусу я сам не ел вот но нет я один раз я рассказывал меня у я был тогда кто помнит там воронеже какой-то маленький такой слет был и там приготовили вот эти бутерброды вот как раз скос как я я даже удивился мне даже поперек горло все вставало и вот там была и колбаска со вкусом типа мясо там все это запахом мне честно даже есть было неприятно вот я в этом поэтому вообще конечно никакого я вообще не вижу смысла подделывать нож для веганы действительно становится ведь у нас же абсолютно прямая психологическая реакция вот с видимым со слухом с нашими органами чувства да со зрением с обонянием со слухом и поэтому человек который отказался от мяса как от трупа убитого живого существа в принципе у него и нет желания все это имитировать потому что у него будет возникать прямая ассоциация когда где-то ощущая запах шашлыка кто-то жарит там бывает и мимо проезжают проходишь у меня одна мысль до скотобойни у меня в голове сразу возникает поэтому я честно для веганов не вижу смысла одно дело форма я согласен форма там вот этот вот так скажем технология сборки у бургер города бургера там две булочки всего так наложено слоями да то есть одно дело блюдо но чтобы она пахла как мясной бургер я конечно не знаю как веганы настоящие течные веганы вообще к этому к этому расположенные потребляют все не понимаю я то что ассоциация психологическая абсолютно я думаю у каждого этично вегана именно такая возникает вот поэтому даже то же самое мало мороженое какой-то оно не обязательно должно оно не должно молочный вкус напоминать она просто должна какая-то субстанция вот я веган я говорю там живу образно гряди да и не люблю все эти заморочки да конечно мороженое хочется и можно в домашних условиях и веган в принципе самому готовить мне просто все это тут чаши весов надо мне это ли не надо я могу я как веганом стал завязал но я могу себя в городе ягодное мороженое купить и дома можно самому приготовить вот но молочное мне нет смысла и там заморачивать молоко делать или покупать это там якобы овсяное там самому все это у меня там детей нету кого-то чтобы баловать так скажем я могу спокойно пережить это да вот и и суть ты ведь в мороженое суть ты не во вкусе в принципе то ну понятно во вкусе было и во вкусе тоже на имидне во вкусе конкретно молочном да вот то что и потом как веганской сделать другие вкусы пожалуйста сам факт что это лето жарко вот холодненькая да вот тебе хочется так что поэтому вот надо такое да себе я не что вот это все надо просто узнавать да я вру то есть если вам написано что это вот там еще если вы пельмешки берете в веганском магазине из искусственного мяса и я бы честно не то что задумался я конечно брать не стал и вам не рекомендую вы будете прямо участвует скорее всего в том же сам в чем участвовали будучи труппажорами сегодняшней статьей вот этой новостью только руки у меня до нее дошли что-то я все скрин тогда сделал в папочку забросил вот сейчас ролик пишу очень важно поэтому действительно я хоть это и мем да как там веган стоит в магазине читая упаковку и состав продуктов действительно есть но тут дело то это конечно мем я говорю в принципе все очень быстро читается действительно можно ознакомиться тут очень легко разграничить одно дело пишет что это чечевичное я не знаю как то я сам не видел сам не читаю не заморачиваюсь то что я такого ничего в принципе меня могут угостить может что-то мне тут привозили один раз гости были с москвы вот ну сам я ничего не покупаю поэтому я не заморачиваюсь да но я обстоял недолго тут понятно тут тоже ничего сложного я вначале я так поднапугал дед пошутил но как и руб долю в каждой шутке издоль шутки все остальное правда вот тут очень легко одно дело это действительно и и и и из этичных продуктов просто сделано вот это другое дело такие вот я даже не знаю в этом ролике объять бы все еще может какие-то мысли в частности там искусственного слова да когда там может есть какие-то еще как говорят там аналог я не знаю как там пишут или что-то это это делают да вот поэтому я хоть поэтому я не знаю но смысл понятен да то есть это не вы опять не знаете слово искусственное мясо ни о чем вам не говорит одно дело чечевительная котлета он все понятно она сделана из чечевицы да там стопроцентно чечевительный котлет вот так как-то должно быть звучать или дописанные и я бы так как производитель или там в кафе или продавец неважно делал бы да вот а другое дело искусственное мясо ты сейчас думать а что это такое чуть не котлета даже слова мясо как бы не туда котлета это уже продукт как и бургер это уже блюдо даже сама котлета это кулинария вот а мясо есть мясо это первоисточник как есть огурец помидор когда есть салат огуречный помидорный вот искусственное мясо уже должно у вегана вызвать когда мясо росло вы еще и искусственное том-то пишет такой как этот кусок мяса реальный одно дело котлета чечевич на хоть даже может у веганов все до сих пор ассоциация струпятиной но это ассоциация а так-то это котлета это блюдо это суп это салат сала тоже может быть с мясом там с курицей цезарь с курицей дали как там вот салат понятно там может быть это но сам-то салат может быть и обычным до морковным там каким тыквенным огуречно-помидорным винегретом я знаю продаю в россии бывают винегреты с мясом готовить но это редкость основном все-таки винегрет всегда был постным я поэтому всегда очень любил тоже да и до сих пор люблю вот так вот так что такие вот и я просто хочу еще раз закончить уже этой фразы так как вы знаете я как раз веган этичный какие группы любви к животным я выражаю себя так вот вот это наконец-то этичный вопрос мясоедине решен этичный вопрос мясоедине ничего не решен да и тот кто есть люди вообще люди со временем мог терять абсолютно мозги и сердце да он может наоборот жаждать зачем охотники ходят охотиться современным тем более мире нету мяса в магазине что ли уж на то пошло пожалуйста как идет лично лично казалось бы он может это спокойно покупать и вы все прекрасно знаете что действительно у 50 процентов труппажоров спрашиваешь ты сам-то будешь убивать это ты вот в магазине все покупаешь ты тогда сам иди убиваешь раз ты такой хищник да нет сам я и спрашиваешь сам бы ты убивал бы эту корову там свинью да у себя во дворе быть нет я сам я конечно это не сделал бы вот но полно кто этого делает и способен на это и уж возьмите в современном мире живой пример охотники и таких людей очень много мужиков которые охотятся что ему не хватает значит он сам жаждет этой крови поэтому вопрос мясоедения ну и тому же он убивает ради и мясо конечно потом там может и шкуру еще вот но в современном мире все это продается вот зачем он это делает потому что ему это нравится человека безумил до такого что убийство для него это развлечение потому что это уже не необходимость в современном мире охота тупо развлечения человек развлекается смертью и страданиями кровью и слезами вот так вот поэтому вопрос миссиде и мясоедение решается конечно же не производством искусственного мяса да а чем выбором любви и в раскрытием в себе любви по всему божьему творению животные частью которого является вот так вот поэтому вопрос мясоедения решить очень быстро сегодня же до взять и просто перестать быть убийцы труппажором перейти на растительное питание уж из него там я в хорошем смысле скажу слово возвращались делайте чего хотите да хотите так питать с цельными продуктами хотите из них чего-нибудь там кулинарте всякие блюда на здоровье тут уже каждый там по вере каждого кто верит сырые то верят вареные кто верит в гармонию эту же дело каждого действительно тут пусть каждый сам разбирается вот вот таким образом решается вопрос мясоедение убийство животных это просто отречением от этого вот и все они ждать пока тут не мир там что-то придумаем да все это бред так что вот так вот я уже говорил в принципе тот ролик я тоже записал но он был большой ролик и потом я даже из него сделал нарезку отрезал ту часть где тоже я записал ролик он у меня есть на канале зачем веганы имитируют вкус и запахи от всех этих не веганских продуктов я в принципе и мне даже надо сейчас что-то уж мыслим уж я там статью показывал но тогда бы я ее удалил мне кажется и из папочки своих вот поэтому тоже рекомендую всем посмотреть этот ролик на моем канале вегана христалю пропадью пищу в пустыне веган на котором вы смотрите это видео 10 плейлистов посвященным веганство у меня есть все они тематичные и вот в частности это видео будет и где-то видео который вам рекомендовал а зачем под меня заменяет вкус и запахе мяса это вот я сделал отдельно веган не есть продукты мясо рыба молоко сегодня это видео которое вы сейчас смотрите это видео добавлю в этот плейлист там все подобные ролики найдете кого интересует эти вопросы что ну как вот но веган это не 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 а пищи да это все нормальные вегаты знают это не азожи это любви к животным если вы любите животных деятельно по настоящему не на словах вы не употребляете продукты полученные посредством эксплуатации животных либо прямого их уничтожения то есть убийство на этом не все будьте внимательны с этими вопросами тоже разберитесь ничего сложного где какие-то просто вот именно эти тайны покрытым раком где действительно вы читаете на упаковке вам что-то непонятно что-то вызывает вот такие сомнения слова как мясо искусственное аналог должны вызвать сразу же сомнения точнее уже это можно вообще сразу все откладывать и все действительно покупать только продукцию который все понятно да если даже какие-нибудь пельмени там не знаю да надо читать что там за состав так называемое мясо чем там заменились там есть какое-нибудь слово типа искусственное мясо я бы их выкинул бы сразу бы вот еще вы может быть поговорил бы с директорами этого магазина что сами-то знаете что покупать для веганов это важно директорали там веганы можно об этом поговорить с кафе тоже самое если вы вдруг что-то посещаете вдруг такие вещи увидели я конечно поговорил бы обязательно с хозяевами заведений выяснил бы выяснил прежде всего для себя и если там есть какие-то вещи недопустимые засвидетельствовал злодеяний или хотя бы задуматься может от нет ну вот переправить поговорить первый раз сюда надо обличать с любовью да просто понятно сказать вот так вот так вот вы да вот это вот написано то с искусственное мясо но откуда что это такое что за компания что за фирма потом вот можно через интернет найти эту фирму компанию то есть там окажешь что все это покрыто тайной и мраком или все-таки можно докопаться что это еще и делается вообще из трупятины ну конечно и донести эту информацию обязательно до хозяев чтобы они тоже если действительно здраво если это производство или кафе или точка продаж не сделано тоже с целью продвигать любовь фетичность как это говорят они только вам еще спасибо скажут вот и все будет нормально так что вот так вот я на этом все кому нравятся ролики ставьте лайки делитесь ими у себя вы нари своих ресурсах соцсетях в мессенджерах каналах youtube телеграммах пишите комментарии задавайте вопросы я все читаю по возможности на все вопросы титуad к а а в в и в в